Суррогатный алкоголь продолжает убивать украинцев. В одном из сел Черкасской области трое мужчин отравились спиртным сомнительного происхождения. Один скончался, двое сейчас в больнице. Подробности выяснял Станислав Кухарчук. Сегодня в Радзове день траура. Жители хоронят односельчанина Владимира Стеблыну. В минувшую субботу он решил немного выпить за обедом с коллегами на работе. За тем обедом алкоголем отравились сразу трое мужчин, говорит сельский голова Радзова. Василий Савченко и Владимир Демьяненко сейчас в больнице. Из-за случившегося в селе настоящая паника. В памяти у людей еще свежи события прошлого года в Харьковской области, когда от отравления метанолом умерли несколько десятков человек. Пострадавшие работники предприятия по изготовлению деревянных пилет, которые арендуют помещение на территории комбикормового завода. Но выяснилось, чуть больше года назад полиция обнаружила здесь подпольный цех, где гнали виноводочный фальсификат. Местные жители предполагают, суррогатная водка, возможно остатки продукции нелегального производства. Так ли это, нам узнать не удалось. Со вчерашнего дня арендаторы на месте не появлялись. Мы тут рядом, мы с самого утра вчера не видели и сегодня не видели никого. У одного из пострадавших своя версия, откуда взялся алкоголь. Происхождение спиртного пытается выяснить и полиция. Уже открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Выключен ряд речевых доказательств, они направлены на экспертизу. Что за речевые доказательства, ножам назвать не можно. Полиция не исключает, что метанол мог попасть и в розничную сеть, поэтому просят жителей Чигиринского района быть внимательными. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Продолжение следует...